Всем привет, ребят, с вами Виталий Зелёный и добро пожаловать на мой канал. Мы сейчас с пацанами выехали на вот такой вот ставочек, озерцо, ставочек, частник, короче, это платник. Здесь куча хищника, взяли спиннинг, планировали, конечно, приехать ловить, взяли эти, скажи я скажу, кормаки, поплавки, две удочки взяли, скупились, но, говорит, ещё не сезон, через две недели где-то, плюс-минус. И, короче, ребят, ну, реально надоела вот эта неудачная рыбалка, вот эти рыбаки-неудачники, и реально ехали так нифигово километров, полчаса ехали, не знаю, сколько по километражу, вот, полчаса ехали, приехали, рыбалка стоит на одного человека, чтобы вы понимали, 650 гривен за удочку, то есть, ну, там мы по очереди покидаем, но за удочку 650 гривен, больше двух килограмм нельзя брать щуку, выпускать, вот, ну, условия, конечно, жёсткие. В общем, с нами, как всегда, команда Денис, Иван, Валик, Андрюша-солдат, вот, сняли беседочку тоже, ну, пришлось, как ни крути, с собой перекус взяли, сейчас покажем, что у нас там, мангал тоже. На 1650 гривен, вот это вот всё рыбалка нам обходится и до пяти вечера, дорого, дорого, не спорю. Но если мы получим от неё кайф, и вы получите от неё кайф, то, ну, ничего не жалко. И на самом деле задолбало вот это, рыбаки-неудачники, рыбаки-неудачники, если мы здесь не поймаем, ну, это просто трэш. Но там вот рыбаки, мы отошли подальше, чтобы тишина была, там вот рыбаки вдалеке ходят, там мостики такие, они там одну за одной тягали, мы вот пока подошли к администратору, там одну за одной вот так вот, прям нормально. Взяли подсак у них, вот, что мы взяли с собой, ну, спиннинг, естественно, это наш, там у нас немного насадок разных, тоже Дэн зашёл, взял, это как называется, силикон, вылетает из головы, скупились на шашлык, собственно, свининка и курятина. Ваня замаринует с помидорчиком, с томатным соком, он уже когда-то показывал, как маринуют, очень вкусно получается. Зеленушка, ну, классика, и грибочки тоже зажарим на мангальчике, вот, и сейчас разложимся, покидаем, распалим костёр. Давайте, пожелайте нам удачи, ни рыбы, ни хвоста, ни чешуи, поставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, если не подписаны. Валик уже ловил щуку, Дэн ловил, а тебе даже уточку нельзя давать. Я за мясом приехал, я жду, когда уже будет. Покажи себя. Ой, какая красавица. Это на стриме, ребят. Это на стриме, кстати. Ребят, на стриме пацаны пострелись, Манек тоже пострелся. А я без бороды. А этот прячет. Мне избу, ну вообще холодно. Мне бороду обрели. Короче, кстати, будем часто делать стримы, залетайте с заданиями, прикольно. Наржались, капец. Шо? Начинаем. Сейчас начинаем, попробуем покидать. Я хочу покидать на воблер. Покидаем на воблерок, потом замаринуем мяско. Вот это все нарезочку. Сегодня погодка классная. Солнышко. Ну, сюда приехали уже ветрено, так немного. Дорогая такая рыбалка. Но опять же, сюда входит цена беседки, там что-то, сколько она, мангала. Ну, и дрова плюс. А, еще пацак. У нас с собой не было, мы тут взяли в аренду. Так что, да, меньше разговора ближе к делу, ввел у вас курс дела. Я хочу на воблерок покидать. Поцеплю сейчас. Сюда воблерок. Позакидываю. И будем так чередоваться по очереди. Вот, и рыбачить. Андрей, ну, что вы купили сигарету с ногтем? Что? С ногтем так же сигарет. Я ему не верю. А, Вань, не, Вань, реально. Я угорал. Мы с дома выезжали, Ваня такой взял, ноготь отрезал. Говорит, сейчас с Андреем запихнул сигарету. А, дурачок. Я хочу, просто хочу сказать, настолько, это лайхать, как бросить курить. Я в молоке ему перед этим вымачивал. Он скурил его. Ему все равно, он скурил. Может, Вань, может, он фетишист просто. Походу, да? Мне тяжело очень бросить курить, как вы видите. Даже сливки не помогли. А второй подбородок, это нормально? Ну, вот, борода пропала, теперь видно, блин. Что? Будем пробовать, на что здесь пьет, нацепил воблерок. А, и больше двух килограмм щуку нельзя брать. Все, до двух можно брать щуку. Приготовим уху. Домой приедем, приготовим. Просто приедем уже поздно, мы здесь до пяти будем, сказали, по времени до пяти. На следующий раз будем знать, нужно приезжать пораньше, с утра, чтобы подольше порыбачить. Пока стояли, ждали администрацию. Блин, прикольно, мужики так одну за одной вылавляют. Да, да, я говорил, что нифигово клюет. Андрей, купаться будешь? Да что-то холодно. Да ну, глянь, вода, водите прибыль. Так мы с Виталия раков драли, уже считай, что мы купались. Ну, да. Вы красавцы, да вы первые. Да ну, мы по пояс, по факту, по боку. Попробует. Да подожди только, только научился. Нет, блин, траву цепляют, прям слышно. Не комфортно, это вообще. Да все сегодня успеем попробовать. Че нет? Да, в прямом эфире. У меня был прямом эфире, я на голову цеплял. И прям в прямом эфире. Фух, видно как она взяла. Да постановое было, я же там плавал, цеплял. Зимой, ага. Будут рыбы сегодня? Администрация нам сказала на силикон попробовать половить. Только что? Ну, когда мы подъехали. Нужно они такая большая, чтобы никакую рыбу не было. Да, даже маленькая может взять. Девочка. Даже маленькая может взять щучка на такой воблер. У нее там пасть, ты видел? Я его поймал! Поймал! Виталия Зеленого поймал! Сфоткаемся, брат. Быстрее! Блин. Да не, мы с такими криками сейчас ничего не поймаем. Согласен. Вау, блестит так красиво. Мы решили сейчас, что, начать приготовление. А для этого нам надо шампура, там, ножичек и так далее. Взяли с собой вот мисочку, чтобы замариновать. У Вани особый рецепт есть, Иван? Особый рецепт есть. Да. Вот столько у нас приправ. Соль взяли с собой. Такой пучок. Ну, это больше приправа, потому что у нас еще курочка есть. Ну, короче, в этом курицу в этот же маринад закинем, да, я думаю? Да, ну, в принципе, да, что больше нету. Ну, и томатный сок, и помидорка туда пойдет. Ну, и лучок, естественно, зеленушка, естественно. Вот. Ну, рецепт обыкновенный, да, просто соль спезы. Но он классный. По вкусу. Просто томатный сок мясо на волоконах разъедает, и очень вкусно получается мягкий, сочный шашлык. Томатный сок разъедает? Ну, да. Запоминайте рецепт. Сейчас для начала мы распакуем вот эту посылочку классную. Ну, шо, братва, надо же уже приступать к жарению шашлычка. И уже сезон у нас наступает на улице шашлыки, вот эта рыбалка. И ребята из сайта HomeTech увидели, что у нас уже ржавая такая сетка. Мы у родителей там жарили. Говорят, ну шо, вы позоритесь, прислали нам шампура и там еще кое-что. Давайте распакуем вместе с вами и посмотрим. Ссылочку мы, естественно, оставим в описании и проверим их. У нас тут есть ребята, которые нам мешают. Вон там где-то пиляют. Это ужасно мешает. Нам пообещали, что будет тишина. И вот, на фоне заливали бензопила. Наебнулась, что же тебя, блядь, проклинают все, блядь. Пока в работях у пацанов пауза. Честно, на уши нам самим давят. Посмотрим, что магазин HomeTech прислал. И рыба за этого не клюет. Из-за этого рыба не клюет, пугают нам всю рыбу. Аккуратно, не поцарапай. О, я не... О, ты чешок. О, Вань, пройдись вот так вот с ним. Вау, это топ. Это уровень, ля. Ваня, а ну, сделай шашлык. Рыба не ма, да? Ваня, Иван, иди сюда. Это, значит, тяжеленький такой. Сделай шашлык. Что-то прикольное там. Сделай шашлык. Тут можно винтовка. Можно новый позвоночник. Та-дам. Вау. Пахнет, как в новой машине. Кстати, из дерева. Коробочка, сделанная из дерева. Из красного дуба. Вау. Бля, салонные приборы. Вот эти лучшие, класс. А ну-ка, давай посмотрим, что тут есть. Смотрите, топорик. А это что? Шприц. Иван, а что это такое? Смотрите. Нитки. Вау, прикольные, покажи. Острый, кстати. Такой топорик в комплекте. Дрова, мясо порубать. Там, знаете, ребрышки. Так. Блин, всегда таком мечтал. Это у нас открывать винишко. Приехали с компанией, разложились, пили винишко и кайфуете. Всегда хотел все такое. Ребята, спасибо, это круто, реально. Магазин, хомтек, в описании ссылка. Вообще круто на подарок. На подарок вообще за достойно. Шампуров у нас раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь штук. Восемь. Восемь? Ну, это вертель, походу. Это вертель, да. А, это что переворачивать. И для... Покажи. И подойдет для кальян. Понял? Кальян делаешь? Да, угли, угли. Да, да, да. Смотри, зажигалка есть. Слушай, это тут именно вообще набор... Набор на днюху идеальный. Ну, никуда без этого и никак. Две рюмашки, да? Четыре. Четыре? А, и вот две. У нас как раз четверо. Две рюмашки. Четыре рюмашки. О, вилки, ложки. У нас всегда проблема. Вот эта вот проблема всегда постоянная. Тут все есть. Ивана, что это такое? Это типа... Это под консерву на что-то подобное. А, смотри. О, тут как ножик есть, смотри. Это получается накалывать, проверять мясо. Это открывашка, смотри. Что-то хорошее. Ну, я просто не понимаю для чего. Кто знает? Откешите для чего вот это. Ну, это открывашка. Это тоже, по факту. А вот это вот что? Я без понятия. Блин, ну мне залетает. Это вообще офигенно. Набор тупо для отдыха, для рыбалки, для пациков, для компаний, для семьи. Вообще на изи залетает. Я хочу попробовать шампур. Проверим качество. Посмотрите металл. Это не то, что, знаете, покупаешь там, я не знаю, дешевые шампура. Они такие тоненькие-тоненькие и гнутся. Посмотрите. А здесь толстый. Во! Во! Смотри. Сколько хочешь. Смотрите, как красиво. Хопа! И погнал именно. Шашлык. Шашлык. Рано, когда не знаешь, что подарить. Ёб. Я просматривал, так говорю. Подождите, ну смотри. Топоры это просто вообще искусство какое-то. Да? Это подарок только для мужиков. Да, здесь и открываться тоже. Вуаля. Ну что, ребят, вот такая вот красота. Или себе, или на подарок можете приобрести по ссылке в описании. Залетайте. На подарок вообще круто будет. Дай для себя, на семью и так далее. Так что ссылка в описании. Покупайте. Смотрите, Валик поймал мидию на удочку. Капец, она большая. Ни хрена себе. Попробуй, как я сняли. Поцелуй, и пан. Поцелуй, пан. Поцелуй, пан. Тут может быть в этом... Ну как он называется? Жемчужина. Сама снялась. Капец, она здоровая. Блин, а где рыба? Вот мидия уже, просто сама уже на удочку идет. Андрей, съишек. Открывай. Сишек. Там жемчужина, может быть. Это черепаха тортила, гля. Капец. Идите, откройте, там реально можно разбогатеть. Там может быть именно жемчужина дорогая. Ну и мы ж не скажем. Так не, она ж потом не выживет, смысл. Она ж не выживет. Ой, 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 ой. Ты что, ты миллион долларов только же утопил? Мясо у нас аж шеек. Виталя пожалел денег. Виталя пожалел денег, мало взял. Да нормально я взял. Вау. Блин, а острый какой. Как этим резать можно. Лезвие тупо. Та-ля-ля разрезать как. Хорошо разрезать? Да, в общем, не надо. А мы с Андрюшей готовим тем временем костер, чтобы не тратить время. Как мы, Виталя? Уже проголодались. С утра ничего не хавали. Ну, Андрюша именно поддерживает меня. Морально. Я анекдоты рассказываю. А ну, расскажи. Как-то... Висит груша, нельзя скучно. Короче, как-то раз колобок в лесу, прикольно, встречает медведя. Медведь на него наступает. Такой, блин. Что такими кубиками? Ну, конечно. Чтоб наиститься сразу. Блин, что мне нравится ошейек? Он с жирком. И он, жирок такой вкусный потом становится. Хороший маринад. Что, рыба? Что, рыба-то нормально? Нормально, дарый. Белин. Не клюет? Нет. Когда подпал? Мы строим домик. Чтоб у нас сразу загорелось. Потому что... Ну, потому что так надо. Не знаю, дров хватит или нет. Мы здесь купили. Вот. 150 гривень дрова. Ну, там еще есть. Типа, если что, если жара не хватит. Потому что у нас шашлыка немало, а Ваня жалуется. На самом деле свининка. Полторы почти. Вот так килограмм ездить. И сколько? 10 штук голени. Так, больше килограмм. На пятерых я даже не съем все. Ну, скажи, что у нас еще уголь был. То есть, возможность купить уголь. Ну, почему? Да, ну, зачем? Ну, естественно, дрова. Так, сейчас цыбульку нарезать еще. Блин, маленькая у нас старая. Чтоб замариновать. Чтоб каулицу сюда кровь бросить. И шампиньоны. Так, ладно. Иди цыбульку. Тут прикольный столок, да. Только не продумано, урны нету, прикиньте. Все с собой это забирать. Вот таким образом подпаливается костер. Правильно? Правильно. Все. Костер сейчас у нас разгорится. Сделали домиком. По нарастающему бумага. Картонная. Сверху маленькие веточки. Сверху потолще. И потом толще, толще, толще. Лайфхак от зеленого Витали присутствует. Кстати, смотрите. Тут так бежишь, бежишь, бежишь. Опа, туалет. Там выше так поднимаешься. И там туалет. Он уже, кстати, посетитель туалета. Опа, на блатнике. Ты какал? Нет. Писал? Нет. А что ты делал? Посмотрел. А, он смотрел. Костер пошел. Да? Пошла жара? Самый сложный рецепт. Распал костра. Ты контролируешь его? Я контролирую. Я охраняю. Я охраняю покой мяса. Покой костра. А я бы хотел бы на данный момент, именно на данный момент, сесть просто на стульчике, закинуть кормаки, поплавок вот так в сторонку и сидеть кайфовать. Вот это вот по мне. А спиннинг тоже люблю, но больше, конечно, на кормаки и поплавок. Что сейчас? Так же самое сейчас помидоры кольцами и соком залить. Ну и приправа. По приправам у нас все просто. Соль, перец по вкусу. Ну и я беру постоянно вот, обычно для шашлыка, на один килограмм один пакетик. Типа у нас 2 килограмма, 2 пакетика сейчас высыпем. И за... Отлично. Денис там разбирается что-то. Тут на 4, все, 4 ложки, 4 вилки, 4. Ну класс. Умочки, 11, 4. Или для семьи, вот муж, жена и 2 детей. Ну да. Мальчик, девочка. Ну да. Рюмки. Рюмки. Рюмки для малых. Сок черпатель. Юк-юк-юк-юк. У Ивана завтра день рождения. 21 числа, 21 марта. И, ребят, давайте в честь этого поздравим его подписочкой на его канал. Ссылка в описании. Либо вводите Вану Лесник. Я хотел на свою днюху такой же шашлык приготовить, но тебе неинтересно его и завтра будет хавать. Да какая разница. Да ну фига. Можно что по-другому. Ну что-то придумаешь другое. Ты кулинар у нас из бога, так что. Ваня на хате жарит, чтобы вы понимали, и пирожки с картошкой, что-то еще делал, борщ готовил, так что. Он кулинар реально достойный. Подписывайтесь на Ивана. В честь дня рождения, поздравляйте. Привет, пишите от зеленого. Кто любит? Доматный зон. Я люблю. И весь туда. Специи уже подобавлял. По специям еще паприка копченая. Ммм, блин, обалденно выглядит. Последний ингредиент. Вау, как оно заходит. Классно, помещается. Это уже какой-то ультрабицепт. Ну попробуем, что получится. Курица так еще не готовили. Кстати, да. Чуть-чуть у нас потеки пошли. Не влазить. Ну, последний остался. Нормально. Влезло. А грибочки уже будем, ребят, мариновать. Получается, блин, не знаю, как у вас за экранами. У меня зеленое выделение пошло. Мы еще с утра так поперекусывали. Там хот-дог по дороге и так далее. Кто-что, кто пельмени сварил. И уже как бы вторая половина дня вечереет. Уже хочется хавать реально. И уже зеленое выделение идет, когда ты смотришь на эту красоту. Природа, знаете, аппетит разгулялся. Те-то ты что, тело. Вот. И грибочки у нас две пачечки. Тоже на шампур пойдут. Был, а я так за губу и не смогу вытащить. И ты прям из-за зубы взял. Она пока царапала тебя. Вон в кровани. Костер грыть. Вот так. Вот так. Иван поджарил гриб. И что ты вышхал? Что нет? Целиком? Потому что хлеб жарил. А ты замариновал его? Как в детстве. Что-то он подгоревший. Что, вкусно? Что ты с мюненьками давишься? А? Что ты с мюненьками давишься? С мюненьками давлюсь? Да я добился еще, когда ты готовил. Съедешь, Ваня. Ты что? Больше грязи, больше морд. Вот так вот. В детстве всегда так было. Что упало у студента, то упало на газету. Либо больше грязи, больше морд. Иван, что происходит? Сейчас сел он. Сел он. А это сложно. Это теперь вырезать надо. О, повезло тебе. Сейчас с биноклем наблюдать. Что они там делают? Реально там мы заходили. В них бинокль, чтобы наблюдать. Один тип нагнулся, снимает, что-то же смотрит. А этот ковыряется, с жопой повернулся. Свою достоинство ковыривается, что-то наблюдает. А где камера наблюдит? А где камера наблюдит? Ну и что? Ну вот, запечатлят. Мы тоже запечатлили это. Так что, типа, пруфы есть, что мы тут, чем плохим не занимали. Ты же, сыпорвал? Вань, ну такое, что за эротика? Ваня, покажи эротику. Пройдись. Красиво. Ой, гляньте. Ой, блин. Ты же расскажи, гляньте, тут все. Гляньте, тут прикольно. Тут есть такие отверстия. Но это вырвало. Для удочек. А мы купили, блин, рогачи. Да. Ну, это ж не везде так. Не везде, так? Ну, конечно. Ис, на моя очередь. Так, а я, кстати, тоже давно уже не кидал. Блин. У нас осталось 2 часа. Нужно постараться поймать. Капец. Что у нас здесь происходит? Валик нарезал салатик. Ну, что ты сделал? Нарезал овощи. Короче, я нарезал овощи. Ты уже побольше нарезал. Удочку Дениса. Дениса, что-то удочка слетела. Там же она из двух этих состоит. Наконечник наш надевается и слетела. Блин, мазик забыли. Да ну ничего. Без мазика тоже нормально. Так. Тут у нас дозревает шашлык наш. Что тут наш костерщик? Все дрова уже закинул, да? Не все. Я думаю, кстати, вот эти можно уже не закидывать. Жара принц, что там взял? Посмотри сюда, сука, там жара. Так у нас свининка и курятина. Ну, свининка, да, дольше. Нужно так распределить, чтобы сразу. А грибочки еще? Ну, грибочки быстро. А? Это штука, я понял. Что там? Мы сейчас курицу на нее, в общем-то, сзанем. И все четко будет. Курицу? Вот так. Ой, слушай, это удобно. Это когда знаете курицу или бедра, или вот эти вот гамилки, там дыношка, ну, вы видели. Цепляешь, и оно, знаете, проворачивается на шамфуре, понял? Вот это вертишь, и оно проворачивается. А эта штука реально удобная, говорят. Ух ты. И реально не будет спадать. Ну, туда поместится, допустим, штук шесть. У нас, бедка, Света. Ой, я что-то нашел. Что там? Кукуруза. Ты тоже на карпа приходил. Вэ, завонял. Нам салат добавил. Ха-ха-ха-ха, салатик. Тут туда можно опарышей своих добавить, потому что они нам сегодня не пригодятся. Каких своих опарышей? Ну, где наши опарыши? Так вот, опарыши. Кидай своего опарыша туда. У тебя чередячок. У тебя чередячок. Димази. Знаешь, чем отличается Лев от пидор? Сейчас я тебе покажу. Знаешь, чем? А вы знаете? Напишите в комментариях, чем отличается Лев от... Да. А знаете, чем? Вот этим. Прикольно выглядит это все со стороны. Так что солнышко блестит реально. Ну, где рыба не притет? Какие вот мы профессионалы. Надо всем попробовать. Кроме Андрюши. Андрюша столько удочек переломал папе. Вот это улов. Ху-ху-ху-ху. Грибы шампионы. Вау. Пацаны, ну это фантастика. Ваня, это фантастика. Это тут нас надурили, тут шампиньоновые гостовок просто. Гля, мама, еще больше. Ха-ха-ха. 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 Оля, как я не заспил. Классные сразу стали. Ну все, Денис, это все грибы, что ты там ловишь? Блин, уплыл, уплыл, уплыл. Тут что только грибы? Да. Шампиньоны, надеюсь? Ну конечно. Классно? Нормально. Нормально. Блин, опять святое выделение, оказывается. Сейчас ты начинаешь говорить, проходишь мимо него и... Ах! Красиво. Огурчиками пахнет, помидорчиками. Да, что он тут стоит. Нет. Ну не разлей. Наоборот, холодно мы будем. О! Смотри, ты сюда сейчас пойдешь жариться. Можно одну сторону. Зачем? Тут жарко, тут нет. Жарей, смысл? Тут не так жарко. А, извинила. И тут у нас грибочки, смотрите, как расположились. Сейчас, как на злоде, низ щуку потянет, вот там, кидать чуть дальше. У нас тут грибы, и придется все вытряхивать, бежать. Ребят, смотрите, иду леска. Пишон напялил, прохладно. Ну, короче, леска оторванная. Смотрю, кто-то поленился. И бесплатная гривен за 60 лесна. Смотри. Больно можно на него. Стой. На нее можно попробовать, смотри, с поводком. Только он уже покривленный, но нормально. Типа, можно выровнять. Дай, Ваня, стой, опали. Опали просто, и все. И это, приятный бонус. Грин 65 стоит. Че б не, прикольно. Разнообразие у нас еще есть. Слушайте, мелочам надо радоваться. Каждая мелочи. В этой жизни. Голосовски сказал. Иван. На. Ваня, на. А Ваня пошел в наше место там. Не словил аж там дальше. Иван здесь пришел пробовать. Ну, здесь мест куча. Здесь, мне кажется, больше это. На карпа. Ну, говорили, что и тут щука есть, и хищник. А там отделено. Там, говорят, что льви. Мы не поняли. Там как отделено мостиком. И видно, там прям больше рыбы. Типа, подороже стоит. А? Далеко борода сейчас подойдет. Борода? Запуталась? Может, можно распутать. Посмотреть надо. Сейчас тут вот, когда она останется. О, вот она. Короче, нам пришлось привязывать. Ну, там немного лески потеряли. Такое часто случается. То ветер помешает, то где-то подзапутается. И такой, знаете, комок. Среди лески такой комок скрученный получается. Называется борода. Блин, так нервирует оно. Тут самое такое тоненькое отверстие. Дырка, отверстие. Пофиг. И оно именно тут прям очень мешает. Закидывать и тянуть. Так что, Иван привязывает и пробует. Нанайден. А вдруг она везучая какая-то. Наверхненькая. Она если застряла, то вряд ли. Не, ну, слушай, она нормальная состояния, новенькая. Так что, может, повезет. Ты эту не забудь. Пошел. Ну что, у нас угли уже готовы. И вот эти вот в сторону чуть-чуть откинь. Их потом можно добавлять. Те, что не догорели. И Иваня сейчас уже будет нанизывать. И закидывать все в печь. А точнее на мангал. Эту вкуснятину. Уже неоднократно говорю, проголодались. А я еще не теряю надежды. Сейчас пойду покидаю. Все буду менять. Блесна. Вот такая блесна, что достали. Воблер. Вот. Может еще что-то поймал. Не теряю надежды. Ну видите, ребят. Ну вот уже заморочились. Приехали на платник. Ну вот. Видите. Оно все равно. Как ни крути. Ничего не зависит по факту. Я так понял. Может погода испортилась. Мы приехали. Не было облачно. Солнышко светило. И рыбаки тягали. Мы пока разложились. Пока то все. Уже и чуть-чуть начало холодать. Видите. Облачность такая. Не знаю. Я же говорю. Мы не профессионалы. Напишите, что мы делаем не так. Может больше снастей нужно. Может больше этих всех воблеров и блесен нужно. Ну и там побольше ходить. Напишите, что нужно делать, чтобы быть с рыбой. Ну реально, на плате приехали. Здесь куча рыбы. Ну дофигища. И нифига. Ну удары были. Подплывало. Но не берет. Ну еще у нас время есть. Смотрите, какая красота происходит. На кусочки, смотрите. Ай, ты что, с прослоечкой, да? Андрюша. Ты видел, сколько угли есть еще? Да зачем, Ваня? Что-то делать, чтобы оно... Ну махать тебе это. Зачем ты кидает, что думал? Красиво. Я плакать буду. Грузинская кухня. Ням-ням-ням. Ну а сейчас слюнки потекли у кого-то еще. Конечно. Текут, Иван. Соплей. Ты соплями будь шашлычок. Полетела такая мощная порция уже на наш. Красивый мангал. Блин, капец куски здоровые, обалденные. Ух. Ты пробовал? Нет, когда-то давно, да? Давно. А что на горячей? Так валик его поставил сюда. Я взял, да, на печок. Блин, наш сок. Не, пацки, шашелка реально всегда вот от него слюни идут сильные. Немножко по этой душе уголек сюда. Валик голова плевом горячий. Помни, жал тут поставился. Углеть достаточно, я думаю. Да не надо пока, поставим мясо, потом можно будет уже осторожность. Пожар контролировать так. Всем приятного аппетита, кто насыпает кушать, или кто уже кушает. Вот, мы еще не кушаем. Поэтому пожелаем раз в 15 вам еще за сегодня. Приятного аппетита, да? Смачного. А, сынок, чайчика. Ммм. Ходит сырое, но обалденное. Вы представьте, что будет, когда оно приготовится. Ммм. Обалденно он. То есть, смотри, сколько оно было в маринаде? Час, полтора? Больше час. Ну, в принципе, чувствуется, готово. Осталось только поджарить его. Вот уже передо мной. Падает. Схвати его. Ты хочешь типа на вертеле курицу? Да, на что маленькое. Нормально, я. Хорошо, пускай. Все равно обжарится. Вот, ребят, вертель не зря, кстати, пригодился. Ваня насаживает ножки, гамилки. Там, как кому удобно. Да, прикольно, удобно. Вот тупо, блин, двойную шампуру. Сейчас все крылышки поместятся на него как раз. О, да. Так что, да, ребят. Подгончик неплохой. Реально, блин. Выбрались так на природу. Тупо, блин. Все, сейчас, сзади, дросси пожарим. Все в одном есть вот этот, и не затеряется ничем. Обалденно. Вот так вот оно, ребят, выглядит, посмотрите. А ну, давай на мангал. Да ты шо? Килограмма два мяса, мне кажется, все равно мы это все не съедим. Хотя мы реально тут не кушали. Что-то осталось. На базу. Блин, ну не так смешно, конечно, так выглядит. Ну ладно, пойдет. Все сегодня с томатами. А что мы-то не подумали за другие маринады? Не знаю, с томатом ты хвалишь его. Всегда вкусно. Это все, они уже замаринованы, как будто. Ой-ой-ой, гляжет, несется-то, блин. Да, ну без майонеза, ну так и не подгорать, ну не будет. Так же, не новая, вот идеально. В крови. Как в кетчупе. Ну чём ты это делаешь? Пацаны, щука, посмотри быстрее. Что? Щука, говорит. Эй-эй, подсак, подсак. Подсак возьми. Ребят, щука, у Виталия клюет. У нас шашлык там горит. Щука. Ну что, вытаскивай. Это что под бережком взял? Это подсак надо. Возьми подсак, она у вас валик бежит. Хорошо, хорошо. У-у-у-у. На блесну, который нашёл, прикинь. На туре? А что грибы выкинули? Нет. Так, сейчас подвожу. Давай-давай-давай-давай. Всё, наша, наша. Идеально. Ух, сегодня у нас уха. Ух, какая. Ну, в принципе, килограмма два есть, да? А я знаете, куда кидал? Я кидал туда под камыш, где и валики говорил. А я смотрю, там сплёскуются, одна за одной. Держите, у меня шашлыки. Есть. Держи, пацаны. Там шашлыком уже распахать, кстати. Смотрите, звукотёк. Хорошего, какая. Блин, глубоко взял, агля. Покажи. Ах, это не сильно. Достанем. О-о-о. Пацаны, нашёл азарт. Ещё время есть. Ну, рыбачью у нас пока жарится. Мы не все сможем взять. Ну, сколько это? Ну, кило. Ещё такую уже можно спокойно. Ещё таких две как раз. Это где-то кило. Вау. Вот эти ощущения. Так она, я вот тут. Ребята, вот тут он такой. Начинаю такой. Аккуратно, тише, тише. И она вот тут шёлк, именно метров в трёх вот тут. Не трёх. Я шёлк, говорю, пацаны, быстрее снимаете. Тяну её, и без пацака рискованно. Я как раз шашлык сниму тут уже. Бля. Бля на меня. Ну и кто написал, что мы без рыбы? На платном ставке. За миллион гривен. Так не, ну реально. И чтоб вы понимали, вот блесна, что я показывал. Покажи. Покажи, там видно. Вот она. Покажи, там видно блесту. Это то, что я нашёл. Ага. Говорю, может она удачная, и удачная. Ага. Первая партия у нас подходит. Пахни як. Просто не передать. Грибочки что-то вообще подсушились у нас, пацаны говорят, шляпа. Ну попробуем. Надо побольше грибочки, короче, брать. Так, где отщипнуть? Чуть-чуть. Уже не терпится вообще. Пацаны тоже, вон, берут, нямают по чуть-чуть. Ну ещё трошки надо. Сочная. Нежная. Вкусная. Вкуснятина. Под помидорчиком грибочек. Ещё не приготовлен, но очень уже вкусный. Вкусный. Да они сыроежки, типа, да? Ну, да. Ну, вообще, советуем кушать. Потом просрёшься, правда. Ну, это есть, да. Ну, курица, я думаю, готова. Чуть-чуть подгорела. Жара приличная у нас. Давай, прованився, Виталя. Шашлуком в неделю будешь пахнуть. Девочек манить. Давай, Андрей. Плят, обидел. Щучку с горем напополам отцепили. Ну, такая, смотрите. 43 размер моей обуви. И она вот. Ещё она вот так больше. Ну, больше чуть-чуть локтя моего даже. Свистнула же. У меня классика такая. И намёрзлись, и нажали шашлыка, и спиннинг накидались, и на природке погулялись. Так что, если кто-то ещё сейчас пацанов поймает, что у нас по времени, кстати. Да у нас ещё 45 минут есть. Как раз перекусим шашлыка, и кто-то по очереди покидает, и может кто-то ещё что-то возьмёт. Смотрите, какая красотень получилась. Ну, как красотень. Ну, чуть-чуть подгорело. А что там грибочки? Это ты домой заберёшь, Гаврил? Да ну, на сетке будет удобнее. Так мы всё равно это всё не схалываем, по факту. Мясо. Так, не схалываем, надо с Андрея с вами. Андрей, насыпай. По булдышке и по свинишке. По свинишке. Давай, давай, давай. Блин, слюдки текут реально. Денис, ты ж куда? Горячая. Он рыбачит, гля. Хочет щуку. Хочет щуку. Чис. На, вкусно? Нормально. Нет слов. Так? Нет слов. Нет слов? Так что, нормально получилось? Иван. Сейчас я хочу попробовать. Андрюш, наложи на тарелочку. Такая у нас мини-поляна. Там уже в пакете щука. Строй, да, тоже. Да, журчика. Ну, не все куски, кстати, свинины готовы. Вот это тоже сарават. Тебе доверить? Скотина. Скотина. Нет. Вкусно. О, горечек. Вкусно? Дуже. Ну, я же варил у них гавари с утра практически. Проголодай запах этот маринования, рыбалочка, свежий воздух. Когда домой? Песня. Пап, когда домой? Ну, сейчас покушаем уже, что-то уже осталось по времени у нас. Минут 30. Еще как-то приедем. Дороговато здесь. Ну, здесь хотя бы кайф получаешь. Ну, вот приехали, одну поймали. Поэтому, может, еще прилетим. Ладно, будем кушать. Вам приятного аппетита, нам приятного аппетита. И полетим домой, приготовим щучку. Ну, ухуд сделаем. Подъели мы, но у нас фиаско небольшая, свининка получилась зачетная, а курочка немножко, ну, скажем так, скровит. Ну, короче, дома уже на сковородке дожарим, там грибочки еще. Ваня сказал, спасет. Да нормально. Ну, а что, что есть-то есть. Ваня говорит, ты уже не будешь что-то говорить. Скажут, ну, горы, ну, просто я же говорю, сильно много жара переборщили. Все, уже свернулись, перегородка. Вот, мы ловили в той стороне, а здесь поменьше. Ну, так сказать, озерцо. И здесь я так понял, вип рыбалка, что еще круче клюет. Вот, я ну так через все озеро отделяется, видите. Вот, здесь больше рыбаков сидят. Ступенечки такие, а? С кейсом он, валик с кейсом. Так что прикольно. Все, сейчас летим для уха и еще докупимся, что там надо, и приготовим. Есть, да, форелька? Да. Ух, хорошая. Конечно, никогда. Голец. Форелька, голец. Голец? Да. Голец? Это типа как-то сестра форели. Ну, это больше активный, больше хежий. А. С той же самой родины. Я понял. А мы только щучку взяли. Фух. А что? Щучку только взяли. А. А. А щучки, я-то сразу снял, что надо. А вы, вы отпустили? Ну, это класс, как раз мы попали на кадр. Ну, мы четко попали. Мужик прямо возле администрации взял форельку, или как он сказал. Вот видите, здесь больше как спортивная рыбалка. Здесь соревнования проходят по ходу. Прикольно. Щуку так завернули в салофан. Там все накидали. Вань, вот это в ноги аккуратно поставь, чтобы не рассыпалось. Давай эти воблера туда положу. Отдельно. С Настей. Вот мои домки. Доехали в дороги уже такие все чумные. На ветру намерзлись. Морды зашли красные. Надуло реально. Ну, сейчас трошки раздуплились. Вот. Сейчас уже понеслась. Заехали в Атебе. На газ. Купили зеленушку. Вот такую вот шуно. Простое, золотое. Морковку, морку, чишину. И картофель. И, собственно, щуку Денис уже начищает. Сейчас, я не знаю, куда икру правда деть. А она с икрой. Пакет какой-то. Я не знаю, куда, что вообще с ней. Ее там и засаливают, и жарят. Ну, реально, сейчас не до нее. Можно котам отдать. Что там? Если было опять щук с икрой, знаешь, можно было пожарить. Оно очень вкусное. Почему не поджарить? А так, а там будет вот так вот, щепотка. Он туда положим до котов-то и все. Ладно. Суп варил Андрей, осталось чуть-чуть и мы высыпали. Будут аха у нас. Оха у нас здесь. Что-то у нас софиты тут поперегорали, блин. И освещение, темнота. Ну, доходите. Вот так. Что, давай-ка. Да, я не знаю, она скользкая, я не умею. Тяжело, да? Ну, по-все, степенно, не спеши. О, оно на ножики все. Можно вытирать в мусор. Так, закроено, да? Два, она уже по-домашнему. В трусах вышивает. Да закрой, закрой. А сколько ты знаешь, где ты увидишь? Да, ну, видно по пузу, Вань. Самец, он худише такой. А самка, она с икрой, он пузо такое. Да, с икрой, получается. Так что, гринетки выложили. Будет ухычка у нас. Бомжатская. Это что, бомжатская? Это хорошая уха. Еще вот у нас остались два помидора. Половина и такой целый. И лучок туда что-то закинет. Ну, и, собственно, щука. Можно даже голову закинуть, там есть что-то хавать. Ребят, зацените просто, сколько икры вообще вот в щуке. Глянь. Ой, это вот, что по самой из икресе стоит, глянь. Ух ты что, глянь. Что я жарить ножик? Да давай на тарелку и выложим, пока жарим. Сколько этих еще тут должно быть. Вот еще одно. А Виталия понял, что как же я хотел котам, короче, отдали просто. Икру? Да. Смотри, сколько щучек тут еще и могло убить. Тогда, блин, самый такой улов был, первый и последний, ну, и кирпички, конечно, вообще много. Работа кипит, Андрюша уже чистит картошку. Салда, чистит картошку. Салда чистит картошку. Сейчас, кстати, как это? Короче, что тут, картошки, Дэн только моет кастрюлю. Картошки, по факту, немного, думаю, нужно, чтобы она не сильно густая получилась. Зеленушки можно побольше, так как сейчас после зимы, ну, витаминов нужно, я думаю, побольше, правильно? Да, воду набирать. Ну, я не знаю, как там. Я не делал ни разу. Я тоже не делал. Ну, хрубцом. До готовки. Закидываем лучок туда прям. И рыбу, и все. А, и помидор. Пять человек? Ну, да. Наверное, значит, что? Ну, конечно. Ну, по факту так. Ну, там, не переборщи только. Я не знаю, сколько. Ну, реально, всегда готовил с кем-то. Вот, там, с папой. Папа шарит. Порезался или что? Нет, срать хочу. Капец, что опять? Реально говорю, быстрее, дайте я спорусь. Ты что? Где-то эти руки повынь. Господи, и так вот каждый день. Ваня закрылся специально. Чтобы вы понимали, вот каждый день вот это вот встает с утра, за жопу уберется и бежит, срать. Зашли только, мы еще руки не помыли после рыбалки. Он уже бежит. И сейчас он сидел, сестру картошку и срать бежит. И Ваня, он не дает его пойти. Потому что сырое мясо я на камеру хамал, походу. И что, никого с не пучит? Один какой-то съел какой-то. А, надо срочно на туалет. Ваня специально приказывает. Мусорный пакет. Короче, такая вот у нас готовка веселая. Вот капец. Короче, Денис прочитал в интернете, говорит, в холодную воду закидывается рыба до кипения, 10 минут вытаскивается. Я начинаю вспоминать. Потом закидывается все остальное. Потом, когда уже все приготовилось, закидывается рыба и кушается. Ну, я так понял, чтобы рыба не разварилась. Так что, все, работа кипит. Я покакал. Не обосрался? Водичка с попки пошла. Травнулся все-таки дурень. Ну, да. Да он есть, лапирамид выпей. Выпью. Рыбка уже готова. Смотрите, какие зубища. Ого. Это же не больно. Попробуй. Ты же не говорил в видео, что, короче, Виталия... А, пахнет. Виталия скажет, попробуй отцепи. Типа, да там она хорошо так глотнула эту блюстну. Да не бойся, засунь сюда, типа, короче, она не кусается. Это он как лезвие. И все. Сейчас там лаврушка вот эта пошла, зеленушка, лучок, морковка, картошка, помидорка. Назад закидывается, когда отваривается картошка. Помидор и щука. И все. Намерил. Ну что, уха у нас уже готова практически. Сейчас на пробу беру, закидываем рыбку. Вот, вот так выглядит. Ну, еще пену нужно будет собрать. Просто уже, ну, не хочется показывать, рассказывать. Все знают, как уху готовим. Мы ее приготовили. В общем. Ну, уха это уха. Ну, уха это уха. Не спит уха, когда с рыбы. Уха это уха. Так что, ребят. Горяченько. Спасибо всем за просмотр. Свет тут не важный. Не хочется уже, я же говорю, дальше продолжать. Материала и так куча. Все круто. Я надеюсь, залетела вам рыбалка. Залетели наши швычки. Выезд на природу. Все. Давайте. Спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Пока-пока всем. Пока-пока всем. Снимай шляпу перед вами. Пока-пока всем. Спасибо, что досмотрел этот ролик до конца. Теперь не забывай нажимать на подсказку. И субить бабок на программе по взлому онлайн игры. Кликай прямо сюда. Не упускай такую возможность. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok